Добрый день, друзья! С вами Евгения и кулинарный канал Это Просто! Сегодня я хочу поделиться с вами моей покупкой, моим новым помощником, который, на мой взгляд, должен быть в каждой семье. Это сушилка Oberhof Fruitt Rockin B53. Она черного цвета, очень стильно смотрится и впишется, на мой взгляд, в любой интерьер кухни. С помощью дегидратора вы самостоятельно сможете приготовить пастилу, цукаты, вяленое мясо, рыбу, печенье, хлебцы, конфеты, соусы, йогурты и многое другое. Но обо всем по порядку. Погнали! Сушилку такого плана я хотела приобрести себе давно, но она должна была соответствовать всем моим требованиям, а их немало. Это функциональность, компактность, но в то же время вместительность. Также для меня было важно, чтобы регулировались поддоны. Здесь можно выставить их на определенной высоте, на той, которая мне нужна. Также в этой сушилке есть стеклянная дверца, как вы уже могли обратить внимание. И еще одна очень важная функция. Дверца открывается на 180 градусов. То есть она не будет вам мешать, когда вы будете наполнять сушилку овощами, фруктами, ну, либо другими какими-то продуктами. Это очень-очень удобно, поверьте мне. Также для меня была важна ее мощность. Здесь мощность 800 ватт. И, конечно же, шумность. Уровень шума в данной сушилке менее 40 дБ. Ее практически не слышно. Дегидраторы есть и у родителей моего мужа, и у моих родителей. У них разные фирмы, соответственно, у них сложилось разное мнение. Я выслушала их и, конечно же, почитала очень много отзывов в интернете. Пересмотрела очень много роликов, обзоров. И все-таки остановила свой выбор на сушилке Oberhof Fructroken B53. Управление здесь сенсорное, находится на верхней части дегидратора. Оно настолько интуитивно понятно, что можно даже не листать инструкцию по использованию и разобраться самим. В данной сушилке устанавливается температура от 29 до 70 градусов. При покупке сушилки в подарок шла книга рецептов и овощерезка. Что, конечно же, не могу меня не обрадовать. Это очень приятный подарок и сюрприз. Смотрите, книга рецептов выглядит вот так. Как она хорошего качества, на лощеной бумаге глянцевой напечатано все. Сначала написано, как хранить сушеные овощи, фрукты, вяленое мясо, рыбу, грибы. Далее идут рецепты. Цукаты, пастилу, как сделать. Как завялить рыбу, мясо. Также сухофрукты, как сделать, как хранить их. Идет рецепт гранолы, рецепт овсяного печенья. Также есть рецепт орехово-зерновых батончиков. Книга рецептов мне очень понравилась. Она написана простым языком и очень информативно. И давайте я вам покажу овощерезку. Овощерезка выглядит очень стильно, на мой взгляд. Она такого бордового цвета, как темная спелая вишня. Здесь идет вот такой держатель для овощей и фруктов с острыми гвоздиками. Аккуратнее, когда вы будете нанизывать сюда овощи и фрукты, чтобы их нарезать. Также здесь имеется такая крышка с удобной ручкой. Эта крышка может надеваться не только на контейнер, который идет в комплекте. Он, кстати, прозрачного цвета и достаточно большой по объему. Но эта крышка может надеваться и на вашу миску, на любую вашу посуду. Ну, здесь есть вот такие вырезы, которые будут держаться за край вашей тарелки. Также в комплекте идет 6 ножей. Все ножи абсолютно разные. Есть крупная терка, мелкая терка, терка для пюре. Нарезать на слайсы, на разные слайсы. И также на корейскую морковь. Ножи вставляются в крышку и достаточно легко. Сейчас я вам покажу. Здесь есть в крышке вот такая прорезь. Вы вставляете, держите за вот эту часть нож и вставляете до щелчка. Все ставим на контейнер и нарезаем овощи. Здесь есть вот такой поддон с четырьмя присосками. Вы присасываете этот поддон на чистую ровную поверхность. Немного надавливаете. Ставите сверху контейнер и нарезаете овощи. У вас никуда ничего не будет съезжать. Он стоит очень удобно и прочно. Смотрите, в комплект входит 10 поддонов решетчатых с антипригарным покрытием, на которых мы сушим крупно нарезанные кусочки. Груши, яблоки, какие-то картофель, чипсы какие-то можно делать. Помимо 10 поддонов в крупную клетку, в комплект входит 3 листа в сеточку. В мелкие такие квадратики. Здесь сушим в основном зелень, мелко-мелко нарезанные овощи. Даже не нарезанные, а натертые, допустим, морковь. Либо сушим зефир. И еще в комплект входит 3 листа для пастилы. Они имеют бортики, не позволяющие жидким и пюреобразным продуктам пролиться. Поверхность поддонов под действием сушки не прогибается и не деформируется. А сейчас давайте я вам покажу, как я делаю очень ароматную приправу из зелени. Зелень сушу вместе со стеблем. Использую приправу в супы, салаты, маринады, рыбные и мясные блюда. Зелень сушу на мелкой сеточке, чтобы она не просыпалась после сушки. Такую приправу можно делать абсолютно из любой зелени. Сегодня у меня укроп, петрушка и базилик. А также покажу, как правильно сушить грибы в дегидраторе. У меня здесь три вида. Шампиньоны, опята и вешенки. Вешенки разделяем. Шампиньоны нарезаем на пластины. Тонко не нарезайте. Грибы подготовлены. Теперь раскладываем их на железные антипригарные поддоны. Кладем их в один слой, оставляя небольшие пространства между ними. Вот так это все очень красиво выглядит. Открываем дверцу дегидратора. И чтобы он оставался у меня чистым, я на дно кладу пластиковый поддон. Теперь сразу все устанавливаю сетки. И с грибами, и с зеленью. Сначала вставляю грибы, а потом зелень. Запахи здесь не смешиваются, поэтому с зеленью одновременно можно сушить даже фрукты. Закрываю дверцу. Включаю сушилку. Выставляю температуру 50 градусов. И время сушки 4 часа 30 минут. Для зелени этого вполне достаточно. А вот грибы я досушивала еще 2,5 часа. И температуру увеличила до 52 градусов. Грибы и зелень уменьшились в размере, но сохранили свой цвет. Храню грибы в закрытых стеклянных банках. Использую при приготовлении супов, воков или пиццы. Грибы получаются ну очень ароматными. А вот так выглядит сушеная зелень. Зелень очень хорошо высохла, осталась яркой. Если взять листочек и размять пальцами его, то он будет крошиться. Это признак того, что зелень полностью готова. Петрушку, укроп и базилик я соединяю вместе. Пересыпаю в блендер и хорошо измельчаю. Получается вот такая зеленая пыль. Пересыпаю ее в сухую тарелку. Добавляю 4 чайные ложки мелкой соли. Перемешиваю. И пересыпаю в баночки для специй. Такую приправу в магазине точно не купишь. Она получается очень ароматная и вкусная. А сейчас давайте сделаем универсальную приправу вегета. Для этого сушим овощи. Лук-порей нарезаем кольцами. Сильно тонко не режьте. Корень сельдерея на маленькие кусочки. Болгарский перец, желательно разного цвета, режем на небольшие брусочки. Морковь натираем на крупной терке. И кладем ее на мелкую сеточку, чтобы после сушки она не просыпалась. И еще в универсальную приправу я обязательно кладу репчатый лук. Его нарезаю на полукольца. Овощи в приправе можно заменять и добавлять свои любимые. Овощи на поддоны раскладываем в один слой. Теперь устанавливаем сетки с овощами в дегидратор. Я всегда вставляю их снизу вверх. Первые два нижних яруса это у меня болгарский перец, затем идет морковь, сельдерей, лук-порей, репчатый лук и микс сельдерея и порея. Закрываю дверцу и сушу овощи при температуре 52 градуса 7 часов. После того, как дегидрация закончится, прибор выключится сам. Процесс работы сушилки заключается в обезвоживании плодов с помощью равномерной циркуляции теплого воздуха, благодаря чему они не пропадают длительное время. Во время сушки продукты практически не изменяют своего внешнего вида, лишь немного уменьшаются в размере. При этом за счет того, что в дегидраторе используется не горячий, а теплый воздух, все полезные свойства продуктов не испаряются, как во время обычной сушки на открытом воздухе, а консервируются. И посмотрите, как выглядят овощи после 7-часовой сушки. Я повторюсь, что цвет и все полезные свойства сохраняются. Ну а чтобы сделать универсальную приправу вегета, я все сушеные овощи соединяю вместе. Перекладываю в блендер и измельчаю до нужного мне размера. Мне нравится, чтобы в приправе оставались крупные кусочки овощей. Храню приправу в вот таких пластиковых контейнерах с крышкой. Покупала их в Икеа. Такая приправа идеальна для первых блюд. Она очень вкусная, полезная, так как сохраняются все витамины. И вы не представляете, насколько она ароматная. Ну а сушеные фрукты это моя любовь. Да и не только моя. В нашей семье все любят такое лакомство. Сегодня я сушу красные и зеленые яблоки, клубнику, сливы, манго. Нарезаем на пластины, но не сильно тонко. А также бананы. Если вы хотите, чтобы они были максимально сухими, нарезайте их кружочками. Ананасы и апельсины. Из апельсинов вынимаем косточки. Устанавливаю сетки с фруктами в дегидратор. Включаю температуру 57 градусов. И устанавливаю таймер на 10 часов. Через 10 часов клубнику достаю, так как она уже готова. А остальные фрукты досушиваю еще полтора часа. Клубника получается хрустящая, яркая, очень ароматная и вкусная. Такие маленькие, легкие клубничные чипсы. В нашей семье больше всего любят сушеные манго, бананы, ананасы и яблоки. Но каждый сушеный фрукт имеет свой неповторимый вкус. Летом я обязательно буду сушить еще абрикосы, виноград и шелковицу. Шелковицу планирую добавлять в чай. Также еще засушу обязательно листочки мяты. Храню сушеные фрукты в закрытой пластиковой банке. Но поверьте мне, они у нас долго не хранятся. Дети между конфетами и фруктами выбирают сушеные фрукты. Любая мама будет этому безумно рада. А сушеные цитрусовые я использую для украшения десертов, тортов или куличей. С этой сушилкой у вас обязательно получится сохранить надолго полезные элементы любых продуктов, а также сохранить их на долгое время. Они не пропадут и в них не заведется плесень. А сушеные апельсины получаются вообще как с картинки. Очень яркие, сочные. Их можно просто сложить в банку и поставить на стол в качестве украшения. Делая выводы, я однозначно могу рекомендовать вам дегидратор Oberhof Fruct Rocking B53. Это не реклама, я купила его сама, я его испытала на деле и с уверенностью могу сказать, что он справился с моими требованиями. На ваших глазах я засушила три вида грибов, очень много разнообразных овощей, из которых сделала универсальную приправу Вегета. Также я сделала сухофрукты, чтобы варить компоты и просто есть сушеные фрукты. Ну а когда наступит у нас лето, мы вместе с вами сделаем очень вкусную пастилу и ни одного вида. Обязательно мы сделаем яблочную и сливовую. Я надеюсь, мой обзор был для вас интересен, полезен. Если вы хотели купить сушилку, но сомневались, нужна ли она вам вообще, какие у нее должны быть функции, теперь вы с выбором определитесь намного легче. Ну а я желаю вам отличного настроения, скоро увидимся! С любовью, Евгения и Кулинарный канал. Это просто!